Иван, здравствуйте. Хотелось бы сразу уточнить, насколько широк круг подписантов этой декларации и какие пункты еще в ней задекларированы? Ну, можно сказать, что ее подписали все основные движения и ассоциации, скажем так, российской эмиграции, кроме фонда борьбы с коррупцией, то есть кроме команды Алексея Навального сейчас. Это форум «Свободная Россия» Гарри Каспарова, команда Михаила Ходорковского, молодые новые объединения, Берлинская антивоенная платформа, которая в декабре появилась и объединяет что-то около, ну, как минимум 70 сейчас организаций по всему Европейскому Союзу и немножко за его пределами, плюс огромное количество еще организаций. В общем, там было примерно 200 человек, приехавших на этот форум, плюс еще, точнее, на рабочую встречу, плюс еще присоединилось к ним несколько человек, проходившего в те же дни в том же месте, в тех же залах Конгресса правозащитного имени Шмидта, который проходит там ежегодно. Тут сразу стоит сказать, что встреча проходила два дня по два часа, даже сама декларация писалась чуть больше и теми же людьми обсуждалась, поэтому слишком больших ожиданий она не вызывала практически ни у кого из тех, кто собрался. И с этой точки зрения достигнутые пункты очень важны. Во-первых, старая часть российской оппозиции, в которой выдвигались разнообразные претензии, во-первых, по конфликтности, подписала пункт о том, что конфликты внутри оппозиции нежелательны, и надо стараться решать все споры как бы внутри себя, чтобы не было ощущения, что российская оппозиция, как у многих оно есть, это один сплошной трешак, это один сплошной конфликт, постоянный между ее лидерами. Вторая история связана с тем, что впервые старые политические движения поддержали антиимперскость, то есть принципы непроведения имперской политики как внутри России, так и за ее пределами, если ситуация в России изменится. Борьбу с дискриминацией по любому признаку и равноправие, соответственно, опять-таки, по любому признаку. Соответственно, это все было результатом, насколько я понимаю, в значительной мере давления вот этих вот новых молодых организаций, большая часть из которых, в принципе, появилась после 24 февраля 22 года, и в основном они появлялись на почве помощи беженцам из Украины, на почве помощи отчасти релакантам из России, антивоенно настроенным, для помощи ВСУ, в том числе огромное количество инициатив, организованных все-таки именно российскими гражданами, то есть которые над этим работали и так далее. Соответственно, например, пункт о обязательном ненасильственном сопротивлении, которое предлагали отдельные правозащитники, не вошел в эту декларацию, что весьма в сложившейся военной ситуации показатель. Иван, и, конечно же, мы не можем задать вам вопрос относительно соратников Навального, которые не присоединились к подписанию декларации. Они даже в работе, по-моему, не участвовали в подготовке этой декларации и пропустили собрание оппозиционных, которые организовывались в последний раз в Варшаве, насколько я помню. Ну, команда Алексея Навального занимается своей собственной активностью, подчеркивает, что они считают себя лидерами российского, скажем так, антипутинского движения, и что присоединяться, в принципе, должны к ним. Сразу после вот этой вот берлинской встречи Леонид Волков, который недавно ушел с поста руководителя фактического, если мы как бы учитываем, что Алексей Навальный находится в заключении, с поста фактического руководителя ФБК, фонда борьбы с коррупцией, выпустил видеообращение, в котором, в принципе, большую часть тезисов, на мой взгляд, в этой декларации он сам повторил, но при этом сделал акцент на том, что именно ФБК, именно команда Алексея Навального по-прежнему является лидером в антивоенном, антипутинском движении в самой России, и только она обладает действительно серьезными возможностями там. Что, как мы понимаем, не вполне соответствует действительности после того, как российские власти еще до начала военной агрессии полномасштабной против Украины разгромили так называемые штабы Алексея Навального в России, большая часть активистов вынуждена была эмигрировать, а кто не эмигрировал, оказался за решеткой. Хорошо. Декларация, которая сгладила какие-то острые углы между представителями современной российской оппозиции, немного вас сблизила. Что дальше? Какие конкретные шаги вы, находясь практически, будем говорить откровенно, в изгнании, что вы можете на сегодняшний день сделать для освобождения тех же политзаключенных, тех же военно-пленных? Ну, смотрите, я здесь, конечно, стараюсь выступать как наблюдатель и как политолог, хотя декларацию поддержал и подписал. Речь, безусловно, идет о том, что это не сближение, это готовность в будущем к тому, чтобы координировать свои усилия. Я уверен, что пока не появятся действительно полноценные, большие совместные проекты, все эти декларации будут оставаться минимальным набором каких-то ценностей, которых придерживается российская эмиграция, политическая, российские демократы, как себя, собственно, в этой декларации назвали. И речь не идет о том, что это исчерпывающий набор. Это тот минимальный набор, который готовы поддержать все, чтобы нельзя было сказать, что российская оппозиция вообще не знает, каких ценностей она придерживается. Нет, минимальный набор есть, он довольно четкий, все понятно, все ясно. Можно там, конечно, по формулировкам спорить, и мне даже и название не нравилось. Каждой формулировке были претензии, это тоже естественно. Но это рабочий процесс. Теперь, что касается будущего, есть короткая тактическая линия. Это начало сотрудничества с Европейским парламентом для оказания помощи европейским странам, в первую очередь, собственно, Еврокомиссии, по повышению эффективности санкций против России. Российские экономисты, российские юристы значительно лучше, чем многие европейские коллеги, понимающие, как работает эта система в России, как работают российские офшорные системы, как работают системы обхождения санкций. Хотели бы оказать такую консультационную помощь. Понятно, что просто лезть с этой помощью кому-то, и вот мы все знаем, возьмите нас, невозможно. Надо создать свою собственную экспертизу, ее презентовать, чтобы было понятно, что уровень этой экспертизы достаточно высок и действительно нацелен на снижение экономической активности путинского режима, потому что многие европейские санкции, к сожалению, этой цели не достигают. При благих намерениях результаты оказываются иногда даже близкие к обратным. Мы знаем, что за прошлый год российский бюджет, в том числе благодаря тому, как строилась санкционная политика, получил некоторые дополнительные доходы, на которые не рассчитывал изначально. Вот этого хотелось бы избегать. Следующая история, это, безусловно, история военно-пленные, дети. Здесь очень сложная, очень тонкая история. По ним, естественно, уже многие работают, те, у кого остаются свои какие-то сети, работающие в России, потому что здесь самое главное не навредить. Мы все прекрасно понимаем, что это тоталитарный, по сути дела, режим, который захватил заложников и вынимать их оттуда с минимальным для их здоровья, жизнью и психики вредом. Это сложная, долгая задача, но над которой, безусловно, надо работать. Плюс необходимо информировать европейцев о том, что реально происходит. И очень неплохо, чтобы это делали именно россияне, потому что мы знаем, что в Европе существует значительное, в некоторых странах, до 20% сообщества, которые верят российской пропаганде. И россиянам более удобно, чем украинским беженцам, украинским политикам, этих людей переубеждать. Потому что мы как бы носители знания от того, что реально происходит в России, нас невозможно обвинить в том, что мы как-то не так к ней настроены, потому что мы не являемся ее гражданами. Соответственно, следующая тема – это возможности мирных переговоров и снижения санкционного давления. Здесь, опять-таки, у россиян есть полная возможность требовать ни в коем случае не ослаблять санкционное давление. Мы понимаем, что отдельные страны, типа Германии, типа стран Южной Европы, типа Венгрии, постоянно стремятся к тому, чтобы выводить кого-то или какие-то отдельные организации из-под санкций. Постоянно возникает эта тема. Соответственно, россияне, находящиеся в эмиграции, имеют полное моральное право требовать, чтобы этого не происходило, потому что это наша страна. Мы не хотим, чтобы этот режим в России вышел из-под санкций так легко, не выведя войска с территории Украины, не прекратив войну, что важно к этому добавили, не отпустив политзаключенных всех национальностей, всех гражданств. Там есть и украинские, по сути дела, они политзаключенные, их военно-пленными нельзя назвать, они гражданские лица, захваченные российской армией в заложниках. То есть, в принципе, темы есть. Есть более конкретные, более мелкие темы, просто по количеству обращений, скажем так, и по возможности влияния. Например, работа с российскими дезертирами, которые активно ведут некоторые организации. Другая история, которая волнует многих политиков в Европейском Союзе, это защита и поддержка ЛГБТ-сообщества в России, которая превратилась, по сути дела, вне закона находящихся людей. То есть, вот, грубо говоря, общий круг тем можно обрисовать сейчас вот так. Ну, этот круг тем впечатляет. Понятно, что это немного. Но что мы можем делать? Ну, немало. И этот фронт работы, он тоже солидный, внушительный. Держитесь. Спасибо вам за этот разговор. Иван Преображенский, политолог, публицист, эксперт по Центральной Восточной Европе, присоединялся к нашему эфиру.